Добрый день, дорогие друзья! Как вы помните, меня зовут Артем Березин, я технический тренер. И сегодня в рубрике «Я механик, я так вижу» я продолжаю быть механиком на площадке Евроавто Беломорская в Москве. Речь пойдет сегодня вновь про мою машину, которую вы неоднократно видели на канале Евроавто. Что мы здесь только не меняли. Но конкретно сегодня речь пойдет про замену масла в автоматической трансмиссии. И я постараюсь быть оригинальным как в способе замены, так и в выборе масла для автомата. Здесь мы будем готовить не квас, здесь мы будем готовить масло для автомата. Ну и для тех, кто только зашел на канал Евроавто и нажал кнопку подписаться, я напомню историю этого автомобиля. Машина 2016 года Kia Rio в третьем исполнении, рестайлинг. Так, собственно, мотор здесь установлен самый обычный, атмосферный. 1,6 литров бензин. Шестиступенчатая коробка передач. И вроде бы все хорошо. Зачем менять масло, вы меня спросите. Ведь завод-изготовитель, и вы в этом случае будете правы, завод-изготовитель говорит, что масло рассчитано на весь срок службы автомобиля. Но при этом, если мы обратимся к технической документации, а у меня такая всегда под капотом, мы видим нюансы. Завод говорит о том, что нужно менять раз в 60 тысяч, если вы используете автомобиль в коммерческих целях, для бизнес-целей, если используете по неровным, ухабистым дорогам, либо эксплуатируете в горной местности, ну а также запускаете автомобиль и передвигаетесь на короткие дистанции, сюда же добавляется городской трафик, использование автомобиля в жарком климате, ну и различные городские службы, полиция, такси, скорая помощь и так далее, и так далее. В общем-то, строго говоря, я придерживаюсь вот этого мануала, раз в 60 тысяч производил замену частичной правды, делал это два раза с промежутком 5000 километров между частичными заменами, и все бы ничего, но сейчас на пробеге 87 с половиной тысяч я ощущаю пинки, и даже не то, что пинки, а такие подергивания характерные при переключении передач, о чем я могу сделать вывод, либо что-то с маслом, либо недостаточный уровень, но так или иначе мы с вами будем разбираться. Ну что, приступаем к замене масла, не торопитесь, друзья, начнем с изучения бумажек. Во-первых, нам завод говорит, что для того, чтобы заменить масло, сначала нужно проверить его уровень, а это делается в определенном температурном диапазоне, в частности, вот, пожалуйста, от 50 до 60 градусов Цельсия. Как нам проверить эту температуру? Ну, в общем-то, если вы находитесь в сервисе, как правило, можно пользоваться специальным диагностическим разъемом и программным обеспечением. Сейчас в коробке у нас масло в коробке, 48 градусов. В условиях гаража самостоятельной замены можно прибегнуть к лазерному пирометру, но в данном случае существует некая погрешность на разницу в температуре, поскольку пирометр будет мерить температуру корпуса коробки передач, а не температуру самого масла. Кстати, давайте проверим, насколько отличается вот эта разница между маслом и между корпусом самой коробки передач. Научные измерения нам говорят, что датчик температуры масла в коробке не поменял своего значения, 49 градусов, а вот под прямым углом меряя саму коробку передач у нас 43 градуса, дорогие друзья. Ну, в общем-то, 7-10 градусов тот диапазон, который нам дает завод-изготовитель. И в данном случае, если вы прогреете до 53, да, плюс там, сколько мы там, 7, да, накидываем, в общем-то, это укладывается в диапазон. Но вот эту погрешность лучше иметь в виду. Должно вытекать тонкой струйкой. Друзья, ну, посмотрите, масло действительно вытекает, и, кстати, еще достаточно прозрачно, да, я вижу, из коробки тонкой струйкой. Поэтому не могу я сделать однозначный вывод, что масла было недостаточно в коробке передач, для того, чтобы вот эти характерные пинки и переключения ощущались. Но так или иначе, давайте сольем и посмотрим, что у нас с самим маслом. Друзья, я для вас не открою Америке, потому что эти машины давно всем хорошо известны. Она много раз занимала всякие номинации. Автомобиль года, лучший продаваемый автомобиль, народные иномарки и так далее, и так далее. Поэтому и мотор, и коробка всем хорошо известны. В данном случае здесь есть три отверстия. Это сливная пробка, соответственно, заливное отверстие с заливной пробкой и пробка, которая дает нам возможность контролировать уровень масла в автоматической коробке. Ну, и вы лучше меня знаете, что методов замены такого масла существует всего два. Это частичная, собственно, завод нам как раз это и дает, и аппаратная замена методом вытеснения, когда новое масло вытесняет, соответственно, старое. Каждый для себя сам выбирает тот метод, который ему удобнее использовать и к чему душа лежит больше. Но я вас постараюсь сегодня удивить. А чем? А тем, дорогие друзья, что я попробую сделать аппаратную замену масла, но без аппарата. И в качестве такого аппарата у меня будет обычный нагнетатель. В чем прелесть этой коробки передач? В том, что здесь есть контур охлаждения, который запитывается непосредственно на радиатор. Нас это здорово выручает по той причине, что доступ к этим контурам достаточно свободный. Нам всего лишь нужно было скинуть корпус воздушного фильтра. И с помощью вот этого шланга и его точно такого же друга мы подключимся, соответственно, сначала в обратку. При этом масло будет у нас вытекать в специальную емкость. Второй контур у нас будет задействован под вот этот нагнетатель, куда мы будем потихонечку нагнетать масло с давлением меньше, чем выдает, соответственно, масляный насос, для того, чтобы не перемешивать жидкость, для того, чтобы, в общем-то, ее не взбаламутить и не образовались какие-то воздушные пробки. В общем, Яков, давайте, хватит болтать, уже все за дело. Готово. Готово. Так, шланг я подсоединил, соответственно, хомут надел. Так, первая попытка была неудачная. В спешке я перепутал шланги и получил море опилок под своими ногами. Сейчас я подключился к другому шлангу, соответственно, сделал подачу воздуха, точнее, подсоединил воздух. Завожу автомобиль и, как только начинаю наблюдать, что масло стекает вниз, включаю подачу. Делаем. Масло потекло, я включаю подачу. На круг. Я чуть поменьше сделаю, чтобы он спокойненько ее проливал. Как только сейчас наберем, выключим мотор. И оно продолжает сливаться. Кершочек не варить. Да. Так, что дальше? Освобождаем емкость. Потому что вот эта вот от дистиллированной воды, она не очень-то подходит по размеру. Ну и, во-первых, это более такая светлая чистая канистра. В ней будет проще оценить масло. Сейчас перельем уже без взвеса, без пузырьков воздуха. И продолжим заниматься нашим нелегким делом. А фу как? Вы крышку накручиваете на банку или банку на крышку? Завожу и продолжаю хулиганить. Со своей машиной. Какое чистое, розовенькое здесь. И какое безобразие продолжается внизу. Браво. Сладись. Как бабушкин компотик. Слушай, ну я могу сказать точно, что оно намного светлее стало, чем первое масло, которое мы сливали. Вот. Но сейчас все равно здесь еще пена, не пена, а воздух, пузырьки воздуха. Сейчас оно чуть осядет, и мы сможем хотя бы по цвету более-менее определить. Вот, кстати, мы можем перелить в новую тару и сравнить их между собой. Ну вот вам, пожалуйста, результат. Моя рекомендация еще 12 литров для того, чтобы все промыть. Осталось 3 литра. Два добавляем, соответственно, в нагнитатор 3000, и один оставляем для корректировки уровня масла в коробке. Друзья, ну вот и все. Сейчас изымаем наш экстратор 3000 и проводим корректировку уровня стандартным способом. Сейчас подсоединим магистраль обратно. Уходи ты мне больше не друг. Друзья, пока я тут занимаюсь этими работами, я вот хочу вам сказать, тот, кто будет делать это самостоятельно, самостоятельно. Обратите внимание, что двигатель работает сейчас без воздушного фильтра. Поэтому такие работы рядышком выполняем очень аккуратно. Вообще, по-хорошему, конечно, вы скажете, Артем, почему ты не воздухом не обдал весь все подкапотное пространство. Но не есть вам что ответить. У меня достаточно чисто здесь всегда. Вот. Я, в общем-то, замыл все поверхности. Поэтому не страшно. А пробочка, дорогие друзья, у нас новая. Так она стоит еще 500 рублей. Извините меня. Подливать, друзья, нужно по чуть-чуть. Иначе польется через край прям. Не торопитесь с этим. И это ровно та причина, почему частичная замена масла с подливанием через верхнюю крышку не заходит нормально. Потому что... Почему не заходит? Потому что масло туда не заходит так быстро, как оно сливается. Друзья, после того-то, когда поменял масло, запустил мотор, соответственно, прогоняю селектор коробки передач по каждой из передач, останавливаясь буквально на 3-4 секунды. Задняя нейтралка, драйв. И в обратной последовательности. Вместе с этим у меня в руках компьютер, который говорит о том, что температура масла в коробке передач ровно 50 градусов. Вот я заканчиваю с задней передачей. Возвращаю автомобиль на паркинг. Беру с собой прибор. Не глуша двигатель. Буду проверять уровень. Ой, ой, ой. Насколько это маленькая струйка, да? Как будто вся банка и выливается, которую туда всадил. Спасибо. Играет музыка На этом все работы по аппаратной замене, чем бы это ни было в нашем сегодняшнем случае, закончены. Но идите сюда, и я вам покажу то масло, которое мы слили в первый и во второй раз. Или в первый или во второй раз. Какое из них какое? Вы можете понять? По-моему, они одинаково темные. Вопрос, нафига я это делал? Ну ладно, мы узнаем это в следующих видеороликах. Я вам гарантирую, что мы с вами точно увидимся, если с моей коробкой передач случится что-то не то. Она поедет задом, либо вообще откажет работать. Во всяком случае, вы об этом обязательно узнаете. Но для этого нужно сделать простое действие. Подписаться на этот канал. А с вами был Артем Березин. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok